всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня я начинаю снимать очередную серию будни вышивальщицы сегодня 1 июня первый день лета у нас потеплело я вообще заметила что у нас последнее время сезона стали начинаться четко вот как по календарю нас осень началась 1 сентября то есть было очень тепло 31 августа и резко похолодало первых сентября и больше тепла не было потом также началась зима 1 декабря пошел снег и тоже уже все в зиму перешло и я не помню как весна началась но вот 1 июня тепло надеюсь что лето уже пришло и не уступит больше свои права весне и сегодня как раз снимала для вас видео с итогами за месяц май я помню что я в одном из включений рассказывала о том что у меня есть процессы которые я вышиваю когда я уставшая то есть когда мне не хочется сильно погружаться в схему как-то уделять особое внимание смене нитки каким-то там элементом и так далее я говорил о том что обычно в такие моменты я вышиваю сэмплеры сегодня у меня был не очень простой день по работе как-то очень много всего нужно было делать я устала и когда пришло время повышевать я начала думать чтобы я хотела сегодня повышевать и как это ни странно но сэмплер мне сегодня вышивать не хотелось мне захотелось взять Dimensions может быть кому-то будет удивительно что для меня Dimensions это отдыхалочка ну так я Dimensions вышиваю много схема мне привычная и тем более что я на июнь себе ставила в планы что у меня сапожок превью которого сейчас перед вами это будет основной процесс у меня почему-то вдохновение на этот сюжет на этот процесс мне хочется его продвигать поэтому я хочу пользуясь тем что у меня пока есть вдохновение я решила его попродвигать и он действительно у меня как-то встал сейчас на первое место вот в июне и я как раз решила сегодня его взять и повышевать не знаю как сильно не смогу продвинуться но тем не менее значит у меня на данный момент готова верхняя часть вот эта полоска здесь вот утки вышиты и я сейчас левую часть буду вышивать может перемещусь куда-то вправо но сегодня я буду проводить вечер вот с этим процессом и вот мое продвижение за вечер я повышевала полукрестом еще фон заполнила те пробелы которые у меня были сейчас вот здесь вот в виде арки это уже начинается основная картинка здесь начинается часть санками которые стоят вертикально и на сегодня уже пока все я завтра уезжаю на дачу и вернусь снова к этому процессу когда вернусь обратно я уже третий день на даче не делала промежуточные включения потому что многое много дел на грядках плюс по работе была занята и в те моменты когда вышивала вышивала по чуть-чуть и сейчас одним включением сразу хочу вам рассказать о своих результатах результаты у меня получились весьма и неплохие прежде всего перед вами завершенная работа финиш 14 финиш этого года если правильно помню весь его список или 15 я помню что у меня было 13 время было 13 но неважно часы суши набор от компании панна напомню как выглядела превью набор достаточно старенький если я правильно понимаю то он уже снят с производства и я буквально успел заскочить в последний вагон тем что он у меня оказался благодаря саше за что ей огромное огромное спасибо для тех кто не слышал не помнит историю этого набора саша саша green когда пошла в леонардо увидела в распродаже набора помню что я люблю тематику еды вышивки она мне прислала фотографию горит суши для тебе не нужен такой набор он как явно уже снял с производства потому что там вид набора был уже такой потрепанный я говорю да мне точно это надо потому что я на этот набор засматривалась в течение долгого периода но не решалась купить потому что первое я не очень понимала куда мне эти часы разместить а во-вторых меня всем смущало что есть такие аппетитные роллы думаю будут смотреть на эти часы все время хотеть роллы но когда я поняла что вот он последний шанс что если я сейчас не куплю то потом я пожалею потому что набор снял с производства и конечно потом уже будет проблематично найти я саша да 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 говорю мне он нужен и тем более еще совпало что у нас как раз стройка дома завершалась и я подумала что вот в новом загородном доме на кухне будут эти часы смотреться отлично вот я тоже сашим эту идею обсудили и саша мне вот этот набор подарил за что ей огромное-огромное спасибо я решила не откладывать в долгие очки этот процесс я его привезла на дачу начала 1 мая и вот пожалуйста сегодня 5 июня работа завершена на удивление быстро вышивалась потому что я вышивала только находясь здесь на даче эти часы можно посчитать по пальцам сколько этот вышивала а по факту мне этого времени хватило для того чтобы завершить данную работу и я удивилась объему по крестикам когда я просуммировала все крестики которые я вышла здесь получилось больше 7000 крестиков то есть если вышивать со скоростью 250 крестиков в час то получается нужно это 30 вышивальных часов я удивилась потому что работа действительно у меня просто летела я этих крестиков не ощущала очень приятный процесс размер готовой работы 24 на 24 сантиметра здесь используется 19 цветов мулине фирмы гамма сразу покажу органайзер по остаткам не так положили вообще запасом отлично просто всех не так хватило еще осталось хорошим запасом спасибо большое по техникам значит здесь что я ушла много что вышивается крестиком это вот и корпус вокруг и в роллах в суши в цифрах 10 9 9 крестики есть полукрест вот здесь вот в рамки вокруг плюс тень от ров все полукрестики бэк здесь используется для того чтобы оформить более четко детали вот роллов и есть здесь два бленда сами роллы вышивались очень быстро мне нужно было достаточно времени потратить чтобы ждет веточку сакуры вроде бы визуально она не обещала чего-то сложного но она оказалась хлопотный такой карпатливой потому что здесь скажу раз два три 4 5 6 7 это 7 или 8 цветов мулине используется и понятно что здесь постоянно нужно закрепить ниточку то есть я вышиваю цветом здесь нужно закрепить потом здесь закрепить здесь здесь и вот так вот постепенно когда вышиваешь нужно маленькими участками постоянно закреплять опять начинать новую нитку то есть все это требует времени поэтому я считаю что этот этап он такой самый-самый хлопотный но тем не менее конечно я понимаю что результат получился очень очень красивый вот теперь меня ждет следующий этап это оформление не могу сейчас по времени сказать когда я оформлю потому что муж уже посмотрел он уже понимает какая должна быть деревянная заготовка для того чтобы эти часы оформить вот им нужно сделать деревянную заготовку и когда она будет готова я смогу натянуть и оформить эти часы я конечно же вам покажу ну не знаю то как быстро это получится ну и давайте немножечко поближе покажу еще так вот аппетитно и здорово они выглядят так второй результат который я вам хочу показать у меня случилось продвижение по медведю позавчера к нам приходили гости мы сидели отдыхали общались и я параллельно вышивала вот я завершила джемпер у медведя покажу то есть я завершила основную часть вот этот вот я вышивал элемент стежок то есть мне нужно будет еще немножечко рукава оформить бэка но это будет на самом последнем этапе но все свитер я ему уже завершил что как-то вам показываю чтобы было видно фактуру шланг вот и буду переходить к следующему этапу это вот здесь вот вышивать ему штаны так что тоже есть продвижение очень я этому рада все ближе к финишу движется мой медведь и как только я завершила часы я сразу же захотела начать вышивать следующий набор и сейчас я хочу немножечко рассказать об этом наборе и показать первые сделанные крестики у меня в годовом плане на лето было запланирован вот этот набор от компании риолис номер 978 к сожалению на обложке не пишут название набора но я для себя его уже назвала там и дача и загородный домик этот набор у меня довольно давно уже лежит запасах я его хотела повышевать но в прошлом году я на лето взяла другой сюжет я сейчас добавлю фотографию процесса которая прошлом году вышивала летом завершила его там тоже дача и для меня было очень символично повышевать на даче летом дачу я получила большое удовольствие от того процесса и в этом году я решила повторить этот опыт и летом на даче повышевать вот этот сюжет он конечно для меня ассоциируется с детством я думаю у многих возможно есть такие ассоциации когда летом меня привозили к бабушке конечно не был не такой дом совершенно не такой но тем не менее равно вот определенные ассоциации у меня есть и прежде всего эти ассоциации благодаря тому что вот я вижу здесь сад я вижу яблоню я вижу золотые шары и я вижу много много мальв вот мальва и золотые шары это цветы которые мне ассоциируются с детством потому что у бабушки росли золотые шары и росли мальвы вообще несмотря на то что картинка достаточно пиксельная здесь очень многие вещи узнаваемы например вот я точно понимаю что золотые шары слева я понимаю что это настурции то что это характерная форма листьев и рыжие цветочки но настурция для меня однозначно просто опять же легко узнаваемые мальвы подсолнухи вот эти цветы это типа хризантем но они имеют другое название я помню это не такие желтые с черной серединкой причем я даже помню что у меня на одну из клумб цветет такой цветок и не про как он называется но я думаю среди вас есть садовода кто мне подскажет на зоне этого цветка может быть даже не тахина цепам и на другого цвета ладно не буду сейчас тратить время на то чтобы пытаться это вспомнить что-то еще вот здесь вот тоже есть клумба с цветами но вот эти вот уже не узнаваемые но здесь можно пофантазировать да там для меня здесь будет турецкая гвоздика может быть здесь петуни или хотя петуника же так вот в грунт особо никто не сажает обычно в кашпо мы некрасиво свисали здесь тоже может быть какие-то еще цветы другие вот однозначно конечно вот яблоня понятно что мальвы не цветут в то же время когда уже наливаются красным цветом яблоки но это все такие фантазийные сюжеты в общем благодаря тому что здесь есть мальва и дом на заднем плане то конечно мне это ассоциируется и с дачей и с детством и с бабушкой и вообще очень уютная теплая картинка вот я вот я решил повышевать причем я не ставлю себе грандиозных планов потому чтобы обязательно летом ее завершить потому что я уже понимаю свои планы на лето у меня сейчас июнь вообще быть не особо вышивальные потом июль август скорее всего тоже потому что июль август это пора когда нужно собирать ягоды и когда много прогулок в лес тоже за сбором ягод грибов вышивать не так много времени ничего страшного буду потом постепенно дошивать может быть восемь или зимой по самому набору значит у меня здесь схема представлена двух листах я вот так вот кусочек покажу схема не глянцевая она легко читать я по ней уже начала вышивать могу сказать что она легко читается вот такая цвета символьная пока у меня очень легко глаз различает все символы все цвета схема представлена двух листах нитки разобраны вот на такие органайзеры очень очень красивые сочные яркие оттенки я уверена что я получу большое удовольствие от вышивания этими яркими цветами то что здесь вот и зеленый и желтый розовый красные все очень очень красиво и вкусно и что мне особенно понравилось я когда поняла этот пункт про набор я очень-очень обрадовалась я уже привыкла что риолис 6 это вышивание крестиком в 3 нити а в этом наборе нет в этом наборе нужно вышивать крестиком в две нити я очень обрадовалась потому что я люблю вышивать в четное количество ниток потому что я креплю петелькой и ну вот даже с этими органайзерами мне удобнее вышивать четное количество крестиков потому что я допустим беру ниточку одного цвета отматываю по длине и складываю пополам и вышиваю потому что когда вышиваю в 3 нити то мне получается сначала одну ниточку отмотать потом такой же длины вторую третью не страшно но хлопотно гораздо быстрее и приятнее одну ниточку длинную сделать сложить пополам и повышевать вот так что я очень обратно что нужно вышивать две нити размер готовой работы будет 38 на 26 сантиметров а здесь предполагается пока судя по превью сплошная зашивка то есть даже вот эти белые облака тоже я посмотрела вот на схеме они тоже обозначены белым цветом то есть это я тоже буду все зашивать и сплошная зашивка и написано что двести тридцать на 160 клеточек то есть это не маленькая по крестикам работа поэтому игры я буду спокойным режиме вышивать получать удовольствие и давайте покажу то что я уже успела начать это мои первые 500 крестиков пожалуйста не удивляйтесь расположению рамы а я действительно натянула основа наоборот это связано с тем что у меня здесь на даче в наличии сейчас только одна рама я как раз нее с процесс часы суши я была уверена что у меня на эту раму поместится основа триольс то что я посмотрела по длине картинки все как бы было хорошо но производитель не поскупился и заложил хорошие поля как запас и поэтому меня основа на раму немножечко не поместилось а желание вышивать было желание стартовать трудно было остановить поэтому я развернула основу натянула пока так и вот так вот и вышивала вот потом я конечно привезу что другую раму и натянул в более привычном виде вот и буду уже вышивать но пока пока я повышевал вот так одним пока голубым цветом я зашивала вот этот левый верхний угол как всегда начинаю с левого верхнего угла вот так что процесс начала мой новый старт очень этому рада потому что тоже это один из тех наборов которые я давно хотела повышевать но никогда не доходили руки наконец-то это случилось пришел июнь и на сайте появилась схема букетика июня и я конечно же спешу его вышить и посмотреть уже на такой очередной завершенный этап потому что для меня почему-то вот по три букетика это как этапы и уже вышив букетик июня я получу завершенный второй этап и смогу сказать что половина работы готова давайте посмотрим какие нитки нужны для того чтобы вышить этот букет забегая вперед скажу сразу что несколько цветов здесь будет который уже использовались раньше и будут совершенно новые цвета которые еще не участвовали в этом отшиве и так первый цвет который из стареньких скажем так это классе color works manner red да вот такой насыщенный оттенок у него немного видны переходы вот так я вам показываю чтобы вам было лучше видно дальше у икс дай воркс в цвете red пир этот цвет в котором переходы видны но не так чтобы очень you can gold также weeks здесь переходов не видно поэтому эту ниточку можно заменять далее в xd works цвет оскар это зеленый цвет тоже здесь переходы вроде бы в самой нитки видны но в жизни в отшиве не успевает эта нитка раскрыться так чтобы эти переходы показать хотя можно вот поиграть допустим в листьях если вырезать какие-то отдельные участки дальше цвет молосос это коричневый вот так вот видно что немножко есть переходы но очевидно что в отшиве их не видно цвет без низ тоже перехода вроде бы как не особо видны и новые цвета это три классика 1 apple fritter это тоже красный оттенок вот здесь даже не то чтобы переходы вот если так смотреть видите здесь два абсолютно разных оттенка ниток поэтому я сейчас подумаю как они в букетике могут раскрыться и потом буду ли я какими-то отдельными участками вышивать я вам по результатам отшила конечно же об этом скажу следующий цвет это deep fennel здесь переходы не очевидные можно заменять но оттенок сам по себе конечно очень очень красивый такой с бирюзой мне нравится у меня любовь тоже к таким цветам холодным и вот этот цвет через big bay могу ошибаться с правильностью как я читаю это название тоже очень красивый оттенок переходы вот я вижу где они есть здесь как бы в серый оттенок немножко тоже посмотрю будет ли это раскрываться в отшиве тоже поделюсь с вами красиво конечно мне вообще вот эти два оттенка вместе там очень нравится всем приступаю к отшиву и покажу вам потом готовый результат повышевала букетик и готов вам рассказать свои впечатления прежде всего отмечу тот момент что этот букетик было очень непривычно вышивать потому что это первый букетик из всех который несимметричный если вы обратите внимание на все те букеты которые уже вышиты они все были слева и справа симметричны друг относительно друга здесь могли меняться цвета вот как в букетике марта сами цветочки они одинаковые но вышиты разным цветом ниток то это первый букет где нет симметрии здесь может располагаться листик с одной стороны а справа быть в другом месте и это конечно меня каждый раз пугало потому что я ошибалась до этого в каждом букетике который я вышивала и поэтому здесь когда я видела что у меня что-то идет не так я сразу пугалась начинала перепроверять схему понимала что нет я все вышиваю правильно это просто вот такой букетик и здесь я не сразу не ошиблась и ничего не порола это конечно приятный момент я чуть попозже покажу поближе этот букетик про сейчас хочется как-то чтобы целиком было видно все что выше то по ниточкам расскажу вот эти цвета новые deep funnel это цвет который вышивается вот эта ваза мы видим что здесь даже не совсем ваза а это как какая прозрачная бутылка наполненная водой и здесь даже просматриваются стеблер цветов чем-то этим цветом вышивается ваза а че спит бэй им вышиваются вот эти цветочки по поводу красных оттенков могу сказать то что их здесь используется из темных 2 мое мнение в таком маленьком дизайне можно было так сильно не заморачиваться потому что допустим вот эти два мне показал что плоды шиповника вышиты одним цветом нитки это у нас вот этот apple фриттер и вот они у меня получились разного цвета потому что я как раз здесь поиграла немножечко на переходах здесь вот цветочек сверху тоже а вот остальные элементы цветов они вышиты другим цветом и наред но как по мне можно было в принципе их все вышить и из одной нитки то что она с переходами и можно здесь эти поиграть это опять же к вопросу кто может быть подбирает не по ключу нитки или размышлять таки использовать принципе здесь можно и упростить и вышивать одной ниткой еще скажу что вот эту нитку я не показывала в начале перед шивом что ее подготовила она здесь участвует почему я так сделала потому что у их за и ворс грит находится в ключе каждого букетика но я обычно не показывала потому что он в ключе для того чтобы вышивать рамку поскольку я все-таки говорю о букетике поэтому я эту нитку и все прошлый раз не показывала и точно также не показал с этим букетиком а потом увидела что в схеме оказывается этим цветом вышивается часть вазы еще один цвет нитки который можно брать не по ключу это wix molasses потому что единственное что этой ниткой вышивается в данном букете это вот эта серединка которая делается смирно стич 4 стежка можно сделать любой темной ниточкой совершенно никак не повлияет на дизайн поэтому именно вот в этом букетике не обязательно брать цвет нитки но я не жалею что она у меня есть потому что во первых она еще буду часто других дизайнах а во вторых в принципе пригодится и в других проектах потом потом по поводу зеленого цвета здесь все листики вышиваются цветом оскар тоже очень удобно не нужно было часто менять нитку но это нитка на которой не особо видны переходы поэтому тоже здесь в листиках нитка не успела раскрыться и вот так покажу этот букетик поближе мне нравится он интересно получился даже в чем-то напоминает орнаменты видимо вот этими квадратными цветочками не нравится цветовая гамма мне нравится что в этом сэмплере появился еще один цвет вот эти оттенки голубого постепенно обогащается сюжет вот так что все я еще и букетик июня вышила по объему этот букетик состоит из 627 крестиков то есть снова на отшив понадобилось один вечер но так хорошо посидеть я больше двух часов вышивала потому что все таки частая смена нитки в том числе тоже забирают часть времени следующий вышивальный вечер и мне нужно доделать второй этап сэмплера здесь у меня не заканчивается тем что нужно вышить букетик мне нужно будет сейчас вышить эту горизонтальную линию которая будет разделять три букетика от следующих трех букетиков июль август сентябрь так что приступать теперь к этому этапу еще один вышивальный вечер потребовался для того чтобы вышить бордюр вышивала тремя цветами не так а значит зеленый оттенок это был лилипад в xd works желтые элементы это в xd works дикнец и синий это новый цвет который еще не участвовал в отшиве это 10 вот такая красивая синяя ниточка очень красивый цвет вот здесь значит тоже 615 крестиков то есть по объему как один букетик и конечно надо мне помнить о том что наверное желательно все-таки вышивать по мере того как я вышиваю букеты сразу же вот этот нижний бордюр потому что иначе получается что у меня потом в третий месяц мне букетик и бордюр вышить достаточно много времени уходит на этот процесс надо как-то его распределить и сейчас таким образом у меня выглядит вышитая часть дизайна при таком освещении у меня практически сливается с основой рамка по периметру на самом деле она глазами видно лучше чем в камеру через такую ключом вам вы можете тоже видеть что но и сливается и в то же время его видно все нормально вот и все сегодня 10 июня я уже буду завершать эту серию под не она у меня получилось не длинная она получилась очень вышивальная я вам не поснимала в этот раз кадры на даче как уже говорила была очень сильно занята и не было возможности пойти погулять в лес я очень рассчитываю на то что я буду в июле много гулять и все буду вам показывать и вышивальных вечеров на этой неделе тоже было немного потому что сейчас там предыдущие три вечера я вообще не вышивала потому что тоже сейчас есть определенные дела которые нужно сделать не вышивкой единой тоже я понимаю что именно в это время нужно этими делами заниматься вот поэтому чуть-чуть вышивала меньше чем обычно а я всегда говорю да что количество времени которое мы уделяем для хобби является одной из самых главных причин которые влияют на скорость и объем вышивки чем больше времени посвящаем тем больше нас вышивается но опять же ничего страшного в от разный период зимой было больше времени на вышивание сейчас поменьше все равно и часы завершила и букетик вышла и сапожок продвинула так что в целом неделя получилось тоже продуктивная все на этом я буду завершать это видео надеюсь вам было интересно я привыкала к этому усилий как могла и я хочу пожелать вам хорошего настроения мирного неба над головой удачи успехов в том чем вы занимаетесь пока пока